Доброе утро, и мы продолжаем. В нашей студии уже гость, спешим его представить. И это Асташенков Глеб Александрович, председатель Ульяновского отделения трудовой доблести России. Глеб Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, для начала, наверное, что такое трудовая доблесть России, что за общественная организация? В 2006 году была создана эта организация на территории нашей страны. Она объединила кавалеров полных орденов, героев социалистического труда, героев труда, героев России, то есть самых достойных людей, которые неоднократно награждались в Кремле президентом и стала накапливать, аккумулировать весь этот богатый опыт. Направлений в работе у этой организации всегда было несколько. Основные — это популяризация трудовых профессий, потому что в нашей стране, как все знают, не хватает у нас рабочих рук. Честование, героев, труда, потому что, ну, наград, к сожалению, в течение года выручается не так много. Всего пять ежегодно выручает президент, а людей, которые достойны, чтобы их отметили, наградили, не только материально, но и почетными знаками, и выделить среди остальных, их намного больше. И третье направление — это наставничество. Потому что тот колоссальный опыт, который накоплен у этих людей, его нужно передавать дальше. — И вот за это время, с 2006, правильно, года, то есть сейчас все это вылилось в такую серьезную работу, и уже появляются там параллельные проекты, я так понимаю правильно, вот предприятия трудовой доблести. Вот это проект новый, когда он запустился, какие цели преследуют? Сразу после подписания указа президента о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести», один из которых стал в том числе и Ульяновск, стал вопрос, а как же дальше развивать и популяризировать этот проект? Весь город — это, конечно, почетно. Но когда это более адресно, более точечно, к примеру, это какое-то предприятие, которое в том числе было задействовано и в годы войны, и не только в годы войны. Ведь трудовая доблесть — это не только те предприятия, которые действительно помогали и формировали наш тым и фронт, опору нашей страны, но и те предприятия, которые даже сейчас несут особый, огромный вклад в развитие нашего общества. Это и градообразующие предприятия, да и даже не самые крупные, может быть, предприятия численностью 30 и 50 человек, но которые действительно являются таким надежным предприятием в развитии нашего региона. После указа президента в то время я входил в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений при губернаторе Ульяновской области. Мы подготовили данный проект, назвали его «Предприятие трудовой доблести», и губернатор на тот момент его одобрил вместе с членами комиссии. И в 2019 году данный проект уже стартовал. Были собраны заявки более чем 25-28 предприятий Ульяновской области. Каждое предприятие, которое готовило пакет документов, конечно же, было достойным для того, чтобы получить это почетное звание. Но комиссия в Москве решила так, что в течение года не более одного предприятия от региона может получить данное почетное звание, иначе статус этого звания может быть немножко обесценен. И в результате в 2019 году нам удалось добиться того, что в Ульяновске, именно в Ульяновске, в нашем родном регионе, колхоз имени Калинина в Вишками, который является градообразующим предприятием, на котором держалось это предприятие уже более 70 лет, даже уже почти 80 лет, они получили это почетное звание. Приехала делегация героев социалистического труда с Москвы во главе с председателем трудовой доблести Алексеем Гавриловичем Левиным. Участвовал губернатор, почетные гости, и была огромная церемония, которая, конечно, для такого небольшого района, как Вишкаемский, была очень знаменательна, что именно их отметили. Огромное количество людей, жителей района получили почетные награды разного уровня, и за наставничество, и за трудовую доблесть, в зависимости от того, кто на что претендовал. Была также отмечена молодежь Вишкаемского района, и была установлена и открыта стелла вот этого почетного предприятия трудовой доблести России, на который водрузилась красивая звезда, которая как раз-таки подчеркивает этот статус. Но вот это звание, а что оно дает предприятию? На сегодняшний день каких-то мер социальной поддержки или еще чего-то, которые были бы закреплены законом, к сожалению, нет. Но начинать нужно с малого, как мы это понимаем. И здесь, когда предприятие удостоено такого звания, в случае, если этот проект из общественной плоскости начнет выходить дальше, о чем мы и хотим, к чему стремимся и добиться, чтобы тогда действительно у этого предприятия было больше каких-то льгот, бонусов и прочего. Сейчас же прямой эффект в чем? Это повышение узнаваемости, больше информации в СМИ об этом предприятии, ну и это, естественно, влияет на привлечение молодежи на это предприятие, на то, чтобы люди хотели работать на достойных предприятиях региона. А молодежь идет? То есть привлекает? Вот статусность может действительно привлечь молодежь, скажем? Ну вот это же городообразующее, у него вот есть почетный знак, у него стелла есть. А она идет? А как ее удержать, если она идет? То есть вот тут одного ли статуса достаточно? Конечно же, одного статуса недостаточно. Но условия на предприятии, которые мы награждаем, всегда соответствуют тем ожиданиям и требованиям молодежи. И по зарплате, и по наставничеству. Это значит, что там это все есть. Проблема оказалась в другом, что далеко не вся молодежь осознает смысл фразы предприятия трудовой доблести, город трудовой доблести. Да, у нас это на каждой остановке почти висит. Но что это значит для школьников 11 класса, когда они выбирают профессию или девятого, или десятого? Пока сейчас сложно ответить, потому что общаясь с ними в рамках открытых уроков, которые я веду, задаю им этот вопрос, они не понимают. И мы поняли, что та история, которую мы начали, со съемкой видеороликов этих предприятий, их можно транслировать и показывать в школах. То есть если мы выйдем на тот уровень, что у нас лучшие предприятия трудовой доблести будут часто показываться в школах, а техническое оснащение сейчас в каждой гимназии и школе это позволяет, экранов очень много. Возможно, даже появятся стенды, ведь в каждой школе, мы знаем, есть стенды. Ну, там места в каждой школе достаточно. И более того, руководство школы и Министерство просвещения пойдет навстречу о том, чтобы популяризировать это направление, как тот же самый диктанты, который ведутся, да, то тогда это заиграет новыми красками. И это мы хотим воплотить через круглый стол на гражданском форуме Общественной палаты Ульяновской области. То есть, грубо говоря, ребенок получает вот так вот дозированную эту информацию, она у него как-то структурируется, в итоге он приходит домой, мама, пап, я решил, не буду врачом, я пойду на предприятие трудовой доблести. Да. То есть воспитание, получается, не родителей, а именно вот подрастающего поколения. Я думаю, что и родители, в том числе у меня у самого дети, понимая, что это предприятие отмечено определенной наградой, понимая, что дает эта награда, если это популяризировать дальше, будут понимать, что да, это надежное предприятие, да, ему уже 70 лет и даже больше, да, там хорошие условия труда, почему бы и не одобрить выбора ребенка, а может быть, еще и самому сказать, хватит этих айтишников, предпринимателей, каких-то коммерсантов, еще кого-то. У нас производство, очень много потенциалов в регионе под производством. Почему бы и не заняться? Но почему, на ваш взгляд, не идут сейчас? Действительно ли задача в том, чтобы сейчас раздать всем вот это высокое звание? Почему сейчас не соответствует, получается, уровень заработной платы? Или у молодежи высокие требования? Хотят здесь и сейчас, и сразу, чтобы была квартира, и ипотеку им низкопроцентную. Вот, ну, как зацепить? Как зацепить? Молодежь живет трендами. В моем детстве был тренд, и я думаю, у многих он помнит. Без высшего образования ты даже уборщице не устроишься. Это да. Все это помнят, и то, что у нас гуляет по массам, то, что транслируется максимально в СМИ на каждом заборе и так далее, оно постепенно, постепенно впитывается. К сожалению, последние 10 лет мы в молодежь впитывали несколько другую информацию, что нам надо развивать предпринимательство, бизнес, и какое количество мошенников мы получили с этим инфобизнесом. То есть сейчас, в принципе, трудовая доблесть тоже, ну, грубо, сделать трендом, да, что вот работать на заводе, это интересно, это почетно, но это нужно всегда подкреплять. Есть к этому уже наметки, то есть есть возможность действительно потом улучшать условия труда, действительно для молодежи делать какие-то бонусы, да, вот. Над этим же тоже работаете, то есть это не только шарики-фонарики, давайте уж. Так грубо, да? Самое главное, это, конечно, закрепление. Потому что неважно, на какое предприятие ты идешь устраиваться, тебе нужно влиться в коллектив, и чтобы кто-то тебя взял за руку и помогал. На некоторых предприятиях региона, конечно же, есть институт наставничества, но здесь это федеральный уровень, который может повысить квалификации, компетенции наставников на каждом предприятии. А если наставник более доброжелательный, более отзывчивый, он действительно держит эту молодежь, которая готова работать, пусть даже не за 100 тысяч рублей, о которых они мечтают, да и многие из нас мечтают, да, а за 40, за 30, за 50, но с удовольствием. Потому что вот этот тренд на деньги, он, конечно, играет важную роль, да, но комфортные условия труда и работы, на которые ты хочешь возвращаться, играет наибольшую роль. Но, к сожалению, если мы сейчас откроем соцсети и все остальное, там вот зарабатывай миллионы... Ну, с другой стороны, опять-таки, если не зарабатывать миллионы, можно же, так сказать, отбить это другими, ну, так скажем, плюшками. Там та же медицина, социалка, какая-то, я не знаю, да просто даже спортзал, если посчитать, для молодого специалиста, да, там в месяц уходит определенная сумма, а так ты ее не тратишь, тебе предприятие предоставляет. То есть это же тоже могло бы быть? Ну, соответственно, это и поможет удержать как раз, потому что молодой человек пришел, посмотрел, ну да, вроде все хорошо, вроде круто, но, опять-таки, вот возвращаемся к деньгам не сто тысяч, поэтому, пожалуй, нет. А здесь тебе кальций идиф. Посчитай, вот это получил, это получил, это получил, ты на это не тратишь. То есть вот это все должно появиться, или уже появилось, или уже работает? Я здесь так скажу, я оставил истоков такого понятия, как корпоративная социальная ответственность бизнеса, и когда разрабатывался в регионе, внедрял стандарт социальной ответственности бизнеса. Сейчас, к сожалению, их очень мало используют, но там было 450 критериев, которые определяли действительно уровень социальной ответственности организации, и могли давать рекомендации, то есть куда идти для того, чтобы повысить этот уровень социальной ответственности. Потому что вы абсолютно правы, чем больше молодежь имеет и получает, как многие дают, ДМС, транспорт, питание, спортзал, все дают, лишь бы люди работали, и это прекрасно. Но очень многие забывают тот самый момент, это взаимоотношение, коммуникация. Профсоюзы сейчас есть не на каждом предприятии, для того, чтобы была четкая картина, чего хочет работник, который к вам идет. Вот это общение посредством общественной организации, общественных площадок должно быть системным в каждом муниципальном образовании. И тогда молодежь, вот как я часто провожу собеседование, они говорят, чего они хотят. Чего они хотят сейчас, чего через три месяца, чего через год. Это достаточно простые вопросы, которые мы часто просто не задаем даже тем, кто к нам приходит. А открытые двери, недели без турникетов, проектов, направленных на то, чтобы закреплять молодежь в инженерных и трудовых специальностях достаточно много. Но популяризация не та. То есть если это все правильно-правильно объединить, и здесь, конечно же, агрегатором или клейстером всего этого должно являться, конечно же, правительство Ульяновской области, заинтересованное в развитии производства предприятий, тогда это выйдет на новый уровень. Ведь сейчас у нас по всему городу висит СВО, тоже очень важное направление, и трудовая доблесть, что мы просто трудовая доблесть. Даже если на тех же площадках динамично менять информацию, рассказывать не только о героях, которые сейчас воюют или воевали, но и о людях труда, которые у нас сейчас строятся на предприятиях, чаще их поощрять, чаще их собирать, и вместе с ними формировать вот этот менталитет молодежи, который транслирует в привычную для них среду. Ну, это соцсети, подъезды. Ну, тут самое главное, чтобы слова с делом не разошлись, потому что привлечь-то можно наговорить много всего, а по факту человек придет, немножко может разочароваться. То есть здесь вот надо этот баланс-то соблюсти, наверное. Я решил попробовать на себе. Взял одно из предприятий Ульяновской области, но не буду его рекламировать. И в первую очередь мы пришли, познакомились, подружились. Ради шутки коллектив говорит, а вы сами-то придите, попробуйте поработать у Станка. Я говорю, без проблем, завтра во сколько? В 7 утра. Я, конечно, мы-то работаем обычно с 9, но ничего, подстроились, приехали, испытали. Я получил море удовольствия. Вот такой спокойной, размеренной, уверенной, стабильной обстановки, которой там нет. Ведь когда ты там в бизнесе или каким-то финансовым занимаешься, очень много суеты и нервов, а это не дает нам счастья. А там ты пришел, кофеечку попил, переоделся, пошел у Станка, там 2 часа поработал, перерыв. Еще 2 часа поработал, мы там гайки крутили, слесарку. Это там ничего сложного-то в этом нет, и я уверен, что с этим справится каждый. И поэтому, испытав на себе в том числе, что да, трудовые специальности, они не только востребованы, но и они могут доставлять моральное и эстетическое удовольствие. Ведь представьте, там станок, который чинит крылья. Даже если я через 4 месяца бы вместе с бригадой сотрудников этого предприятия активно работал, починил это, да я бы этим гордился. Не за зарплату, хотя зарплаты на предприятии там тоже, и до 100 тысяч за 100, ну, зависит от компетенции. Но сама суть. Когда ты гордишься результатом труда, и его отмечают, и его ценят, и именно труда, не финансовые показатели, а трудовые, тогда я уверен, что менталитет может чуть-чуть пошатнуться. Большое спасибо за интересную беседу. Телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Глеб Александрович Асташенков, председатель Ульяновского отделения трудовой доблести России. Ну, а мы двигаемся дальше.